Это экстренный вызов телеканалу ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Увезли в лес и требовали деньги. Предполагаемых похитителей человека задержали оперативники. Полностью признал вину и раскаялся. Дело о смертельном ДТП на Бельском шоссе рассмотрели в особом порядке. За растрату под суд бывшего горе-руководителя завода Сипсельмаш обвиняют в причине и предприятии ущерба на 8 миллионов рублей. Начинаем с экстренной информации. В Чановском районе области в ДТП погибли 6 человек, в том числе двое детей. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители, а пока в продолжении дорожной темы. Спешил на выезд, а оказался на скамье подсудимых. Дело торопливого таксиста начали рассматривать в советском районном суде Новосибирска. На скамье подсудимых оказался таксист из Академгородка Михаил Коваленко. По версии следствия, этой весной он спровоцировал аварию, в которой погибла пожилая женщина. Трагедия произошла 15 апреля. Рано утром трое предпринимателей из Алтайского края возвращались из Заринска с партии товара. На запрещающий сигнал светофора водитель Ниссана дисциплинированно остановился. Он и предположить не мог, что сзади торопится на вызов, нарушающий правила дорожного движения таксист. Коваленко, двигаясь на автомобиле Рену Логан, совершил дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с стоявшим на светофоре на пересечении с проспектом строителей Иберским шоссе автомобилем под управлением водителя Игонина. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия было причинено телесное повреждение пассажиру Игонина, гражданки Шаминой, которая от полученных телесных повреждений скончалась. Пассажиры Ниссана даже не успели понять, что произошло. Коллеге Надежды Шамовой, Людмиле, можно сказать, повезло. Женщина ехала на переднем сидении и практически не пострадала. Однако страшная авария привела ее в состояние шока. Мы ехали, я спала на переднем, слышу стук, ноги больно. Очнулась, когда скачали, там все, таксист врезался. Сзади Надежда Ивановна, все зажато, там все разбито, голову ей разбило, она тогда не очнулась. Следствие пришло к выводу, в трагедии виноват именно Михаил Коваленко. Он значительно превысил скорость, легкомысленно рассчитывая, что сможет проскочить перекресток на запрещающий сигнал. Впрочем, сам шофер тоже признал, смерть пожилой предпринимательницы на его совести. Мужчина попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Ефемида согласилась не вызывать свидетелей. Потерпевший, сын погибшей Надежды Шамовой, заявил, что никаких денежных требований к подсудимому не имеет. Однако хочет, чтобы гонщик оказался за решеткой. На смертельную аварию Михаилу Коваленко грозит до пяти лет лишения свободы. Анна Скок, Алексей Погодин, экстренный вызов. В микрорайоне Абгэс пьяный водитель Ниссана проломил забор и влетел в детский сад. На площадке как раз гуляли малыши, но, к счастью, авария обошлась без трагических последствий. Шокирующее происшествие случилось накануне на улице Барьерной. Неадекватный водитель снес забор детского сада, влетел на территорию учреждения и врезался в кирпичную стену веранды. В момент аварии дошкольники как раз гуляли во дворе. К счастью, ни один из малышей не пострадал. Очевидцами странного заезда стали многочисленные жильцы соседнего дома. Водитель Ниссана не выглядел пьяным и не пытался скрыться с места аварии. Любопытным очевидцам он объяснил, рискованный заезд – всего лишь досадная ошибка. Нормальный, по-моему, трезвый. Ну, машину он парковал, ну, говорит, перепутал педали, надавил, и она и вылетела. Однако подоспевшие на место ДТП полицейские заставили лихого гонщика пройти тест на трезвость и проверили водителя по базе. Результат оказался вполне предсказуем. Сотрудники госавтоинспекции проверили данного водителя на состояние опьянения. Он был в состоянии опьянения, также он был лишен права управления. Данный водитель был оформлен по статье 264 Прим. 1 Уголовный кодекс Республики Редакции. Теперь за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения водителю Ниссана грозит крупный штраф или до двух лет за решеткой. А насколько Алексей Погодин – экстренный вызов. Вывезли в лес и вымогали 50 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемых в незаконном лишении человека свободы. Деятельность преступной группы, в которую входили двое жителей поселка Ордынское и выходец из ближнего зарубежья, пресекли сотрудники областного уголовного розыска. По материалам, собранным оперативниками, следователи возбудили дело о незаконном лишении человека свободы. Как установили оперативники, 5 августа в ночное время у одного из магазинов в поселке Чернаково Ордынского района подозреваемые насильно посадили местного жителя 1977 года рождения в автомобиль и вывезли его в лес, где, применив физическую силу, требовали у него деньги в сумме 50 тысяч рублей. Впоследствии он с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас правоохранитель устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Пострадавших просят обратиться в полицию по телефонам, указанным внизу экрана. Внушительный срок грозит жительнице области за расправу над родной матерью. В Новосибирском областном суде сегодня состоялись прения по делу о жестоком убийстве беспомощной женщины-инвалида. Как следует из материалов дела, в январе этого года 34-летняя Надежда Харитонова опоминала умершую бабушку. Пожилая мать упрекнула взрослую дочь в чрезмерном увлечении алкоголем. Просьба петь поменьше настолько вывела Надежду из себя, что она взяла нож и ударила им парализованную после инсульта мать в шею. После совершения преступления обвиняемая сообщила обо всем соседке, попросила вызвать полицию. По приезду следственной оперативной группы женщина дала признательные показания следователям следственного управления. Обращает на себя внимание тот факт, что потерпевшая не могла оказать сопротивление, поскольку имела физическое заболевание, возникшее в связи с перенесенным ранее острым нарушением мозгового кровообращения. За такую жестокость по отношению к родному человеку Харитоновой грозило самое суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Сегодня в прениях гособвинитель попросила отправить обвиняемого в колонию общего режима на 12 лет. Оглашение приговора состоится уже на этой неделе. За растрату под суд в Новосибирске перед Фемидой предстал бывший генеральный директор завода Сипсельмаш. Горе руководителя обвиняют в хищении денег, а также дорогостоящего оборудования предприятия на общую сумму более 8 миллионов рублей. О незаконной деятельности Александра Жабина стало известно уже после того, как он покинул пост генерального директора. Его преемник, выяснив, что предприятию был нанесен значительный материальный ущерб, обратился в правоохранительные органы. Следователи выяснили, что летом 2013 года экс-руководитель Сипсельмаша погрел руки на продаже дорогостоящего оборудования. Произведенный на заводе буровой гидравлический агрегат он сбыл в Кемеровскую область через подконтрольную фирму «Однодневку». Прибыль от этой сделки составила порядка 4,5 миллионов рублей. Чуть позже Жабин провернул еще одну махинацию. Обвиняемый, используя предоставленную ему государством полномочия по руководству производственно-хозяйственной и финансовой экономической деятельности предприятия под видом осуществления коммерческой деятельности и поставки для нужд государства металлопродукции обналичил через фирму «Однодневку» и присвоил денежные средства завода на сумму более 3,5 миллионов рублей. В итоге бывшему руководителю одного из крупнейших новосибирских предприятий инкриминировали растрату вверенного имущества, совершенную с использованием служебного положения в особо крупном размере. На стадии предварительного следствия и в суде фигурант свою вину не признал. Все, что говорилось, это неправда. Это оговор. Тем не менее, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура предъявила подсудимому иск о возмещении ущерба нанесенного государству более чем на 8 миллионов рублей. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 до 6. Присоединяйтесь к нам в интернете. Повторы программы «Экстренный вызов» смотрите в группе нашего телеканала ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. ОТС.